Дачный сезон еще не наступил, а хлопоты уже начинаются. Самое время, чтобы купить семена и необходимый дачный инвентарь. За покупками мы, конечно, отправляемся в магазины. В магазинах мы можем получить исчерпывающую информацию. В магазинах товар всегда сертифицирован, поэтому я в последнее время хожу только именно в магазин. Все консультанты – это высококвалифицированные специалисты, которые сами являются дачниками, которые охотой поделятся своими советами и рекомендациями, расскажут о своем ассортименте. Здесь мы можем приобрести и семена, и различные саженцы растений, и садовый инвентарь, вплоть от лопат до опрыскивателей, различных спонбондов, пленок, подкорок для растений, подкормок для растений, веществ, которыми нужно обрабатывать от вредителей. Различные представлены огромный ассортимент грунтов для рассады и для выращивания растений на постоянной основе в контейнерах. Обязательно, дорогие дачники, обращайте внимание на магазины, а не на какие-то ларьки и рынки, где товар может быть ненадлежащего качества. Здравствуйте, с вами Екатерина Зайцева и передача «Удачи на даче». Вперед, мы идем в магазин! Это не фитосветильник, это обычная лампа. В опасный момент можно перебавить биогумус, а рассада будет гореть. Когда вот оно взойдет, и будет у вас синенькое. Поэтому тут тоже надо действовать очень аккуратно. Я заметила, что когда обматываешь растения этими черными шнурками в теплице, они ожоги получают, такие некрасивые становятся стебли возле этих черных шнурков. Год назад мне повезло попасть вот в этот магазин. Здесь огромное разнообразие товара. Я очень люблю подойти к стеллажам с семенами и почитать каждую пачечку, посмотреть понравившиеся мне растения, спокойно обдумать свое решение. Кроме того, очень удобно потом со своими выбранными семенами подойти к продавцу и узнать ее мнение. Тем более все продавцы в этом магазине сами дачницы, что очень приятно. Потому что всегда есть о чем поговорить, посоветоваться. Опять же, пока ты здесь находишься, множество различных покупателей, которые приходят, оказываются просто супер профессиональными дачниками, рассказывают множество историй и делятся своими советами, что тоже удобно. Сейчас я хотела бы задать один вопрос, который мне прислала зрительница. Она не успела еще прикупить себе семена томатов. Живет она далековато от города, но данный магазин это очень удобно. Дачники Полоцка и Новолукомля могут найти такой же точно магазин с таким же ассортиментом. Так вот, эта дачница спрашивает, какие же семена лучше выбрать для посадки томатов на улице. Значит, она делать будет и сок, то есть это неважно, какой будет формы. Они живут все лето на даче, то есть нужны салатные какие-то томаты, чтобы там, я понимаю, крупноплодных парочку. И, естественно, для закаток, чтобы в банку влезали и красиво смотрелись. Вот такие запросы. Нескорослые томаты, в принципе, у нас висят отдельно. Для сока могу предложить Примадонна, очень хороший сорт. Ну, давайте. Я буду сразу собирать и потом, возможно, даже ей и отвезу. Для закатки можно предложить Снежная сказка. Она будет кругленький, небольшого роста. А желтенькие хочется какие-то? Желтенькие. Сваный в вечер. Будут крупные, вкусные, сладные. Угу. Они будут все ранние. Угу. За счет этого педакторы не успевают. Вот можно почитать на каждой пачечке, удобно будет написано, и когда они закладывают свои листочки, и как выглядит плод, и устойчиво к каким заболеваниям, и о вкусе нужно обращать внимание, высоту растения. Малиновые вот все любят покупать. Обские купола. Тоже крупный, салатный, малиновый вкусный сорт. Угу. Прекрасно растет на улице. А есть сливки такие продолговатые? Самый простой, знаменитый сорт челнок. Угу. Великолепно растет. Ну вот, мы выбрали пять видов видов томатов различных. Во второй половине марта нужно будет их посеять, чтобы к высадке в открытый грунт была хорошая рассада. Правильно? Или я ошибаюсь? Все верно. Или в апреле? Нет, в марте лучше пораньше. Я вижу напротив стеллаж с перцами разнообразными. Ну, перц уже поздновато покупать на этот год. Может быть, разве что самые низкорослые. Вот мне нравится перец, я себя выращиваю в Винни-Пух. Он невысокенький, и его, может быть, тоже еще в марте можно успеть посадить. Правильно я так размышляю? Да, все верно. Потому что я начинающий дачник, несколько лет только этим занимаюсь, поэтому вот учусь постоянно у своих героев передач. Различные огурцы. В прошлый раз я здесь была, я просто, я не знаю, 40 минут читала про все огурцы, потом взяла кучу пачек, подошла к продавцу, говорю, помогите. Они мне еще такой исчерпывающий дали комментарий по этому поводу. Спасибо им большое. Тыквы, кабачки, различные семена цветов, зелень, лук, сивок. Для зелени подойдет любой сорт. Просто сейчас такое изобилие семян. Можно взять лук в семена именно на зелень. Это может быть либо батон, который будет многолетний срезать, либо на перо сразу просто выдергиваться, там будет маленькая головка, и прямо вот с этой головкой помыли, кушаем. А его в теплицу сажать надо, чтобы быстрее, наверное, считать? Для в какое время вы сажаете? Если пораньше, значит, в теплицу. Тут различные сорта у вас представлены, различного цвета и различной формы. Сторон, замечательный сорт. Он будет круглый, чуть продолговатый, сладкий, салатный. Очень хорошо хранится. Имеет ли значение размер вот этой вот луковицы для посева? Вообще имеет. Весной мы сажаем луковичку, чтобы она была покрупнее, а на зиму помельче. То есть, если говорят, овсюшка лук, да, выбирают помельче, а потом и покрупнее. Ну вот, я уже себе было приобрела луковички и убирала как-то интуитивно покрупнее. Видите, значит, я уже чувствую, как нужно поступить правильно. В одной из передач я говорила про выбор ламп для подсветки рассады. Я решила все-таки в прошлом году уже подсветку начать, потому что от длины светового дня, от качества освещения зависит развитие растений, развитие их корневой системы, развитие массы листового аппарата. Растения при недостатке света болеют, вытягиваются. Если их в грунт, например, садить, так они вообще ломкие будут, тоненькие. В прошлом году я приобрела в обычном магазине, это не фитосветильник, это обычная лампа дневного освещения. Вот я сейчас ее включу, вот она вот так светит, белым светом. Я не изучала, какой там спектр, какие там конкретно лампы. Мощность 14 ватт у нее, называется LED светильник. У меня есть детский конструктор большой такой, обычный полесье. Я из него надстраивала рядышком такие на подоконниках подставочки под этот светильник, у меня таких два, и подсвечивала свою рассаду. По сравнению с прошлым годом, когда я этого не делала, разница была. То есть, как только у меня проклюнулись мои растишки, петелечки, я сразу включала эту лампу, одну, вторую, у меня их две, и подсвечивала рассаду сначала очень близко, на небольшом расстоянии, не более 14 сантиметров. Вот, и потом при помощи этого конструктора я по мере роста рассада наращивала. Не всей рассаде повезло, потому что лампы две, но долго они у меня стояли, и если я найду как-нибудь фотографии с прошлого года, какая была рассада, вы увидите, что это прекрасная, большая была рассада. Я считаю, что дополнительное освещение помогло. Я не подсвечивала круглосуточно, 12-14 часов. Ночью я экономила электроэнергии, и я не понимаю, зачем ее подсвечивать всю ночь. Все-таки в природе ночь наступает, и темнота наступает, поэтому не думаю, что это нужно обязательно делать. Далее вопрос я изучала-изучала, и выявила для себя, что хороши для подсветки рассады лампы биколор. Вот здесь, кстати, кнопочка есть. Нажал-выключил, не обязательно дергать вечно розетку. Кстати, лампа эта не греется, вот к слову скажу. Лампа не греется, температура она не повышает, то есть растение не перегревается. Это очень важно, потому что если они будут перегреваться, уже когда они зашли, им это не нужно. Им наоборот понижают температуру окружающей среды. По поводу биколор. Вот такая у меня лампа биколор приехала. Это уже фитосветильник настоящий, изготовленный по всем стандартам. К нему есть и паспорт, есть и гарантийное обязательство производителя. Здесь два спектра, синий и красный, которые отвечают за рост и развитие корневой системы и вегетативной надземной части. Мы засняли, на окошечке у меня она стоит, так как и устома была посеяна. И устома я посеяла пять семян в пять торфяных таблеток. Но я две семечки уронила. И что я там, они разрушились эти вот их оболочки, в которых семена были обработаны в этих таких, погружены в оболочки такие. И я что я там положила в две трофяные таблетки. Я не уверена, что сама семечка попала. Но те, что я была уверена, из трех взошли все три и уже растут. Вот их я на подоконнике уже поставила под эту лампу биколор. Линейная она называется от слова линия, потому что длинная. Я попросила, чтобы мне прислали лампу, которая на подоконник на мой поместится. Хорошо бы, чтобы она была метр, даже метр десять на мой подоконник. Но у них либо были восемьдесят два сантиметра, либо метр двести двадцать. Поставила я эустоми, эти малюсенькие свои, под этот биколор. Пришлось мне там целую пирамиду сгородить, потому что кошка ходит смотреть в окно. Пока рассады мало, окно свободное, и кошке не объяснишь, что не сиди там и не разрушь. Поэтому получается, что если я вот так над самой рассадой, на расстоянии 14 сантиметров поставлю эту лампу, кошке будет крайне неудобно. Она будет тереться мордой об эту лампу и сбросить все вместе. Поэтому мы ей освободили место, подняв лампу над землей при помощи разных приспособлений, табуреток и коробок. А потом, когда появятся уже перцы и баклажаны, томаты на подоконнике, кошке в прошлом году было все равно. Когда подоконник занят, она туда и не прыгает. Тогда я лампу поставлю пониже. Вот посмотрим, как она светит. Здесь есть выключатель. Друзья с противоположного дома в окошке, говорят, видят розовенький свет красивый. Говорят, что-то такое светишь. Вот так под фитолампами выглядят мои растения, посеянные 13 февраля. Перцы уже взошли, и я перевалила их в новые емкости. К ней была подставка, но к подставке не было крепежей, чтобы она держалась на них. Было два таких хомутика. Я пока что их подвесила на эти хомутики. А потом, наверное, из шнурков мне придется делать конструкцию, если использовать именно эти подставки. А я их буду, потому что они мало места занимают на подоконнике. И буду опускать эту лампу на одинаковое расстояние. При помощи таких у меня есть подвязки для растений. Льняные обрезки очень удобные, плотные, светлого цвета, потом пригодятся в теплице. Вот буду опускать. Подрастет рассада, я подвяжу выше, будет выше и так далее, и так далее, и так далее. Посмотрим, что вырастет. Дорогие дачники, вы знаете, что за время наших передач я вместе с вами учусь на своих ошибках, либо наоборот на удачах. Вы все видели мои урожаи в прошлом году и в позапрошлом в теплицах. Я ничего от вас не скрывала. Помимо ухода, который нужен нашим растениям, наш урожай, мой урожай, очень зависит от качества семян. Поэтому хочу обратить сейчас ваше внимание. Мне очень повезло. Превосходные, замечательные семена продаются в магазине «Усадьба». 28 февраля. День особенно благоприятный для посева цветущих однолетников. 29 февраля. Можно высадить раннюю рассаду в отапливаемые теплицы и посеять зелень. 1 марта. Рекомендуется посев салата и капусты для выращивания в доме или в зимней теплице. 2 марта. В саду удаление лишних побегов, борьба с вредителями и болезнями. 3 марта. Можно проверить укрытие теплолюбивых культур. 4 марта. Благоприятный период для посева на рассаду томатов и перца. 5 марта. В теплице можно посеять базилик и другую зелень. Русские бани под ключ. На любой вкус. Баня полностью готова к эксплуатации в день установки на вашем участке. При заказе бани в подарок облегченная мебель. Звоните и заказывайте. МТС 3 580 600. Еще хочу сказать, что рассады мои посаженные перцы и баклажаны растут вовсю. Скоро я буду сеять уже томаты. Сначала индетерминатные в начале марта, а потом в конце эти. Хочу спросить, чем же вы советуете и советуете ли вы обрабатывать вообще землю, сами семена? И чем подкарит мне уже мою рассаду перцев и баклажанов? У меня уже первый листочек появился. Если все-таки люди берут свой грунт, его в любом случае нужно обработать от болезней. То есть до этого подойдет та же марганцовка. Самый распространенный способ. Можно взять какой-то препарат от болезней. Триходермин, фитоспорин – это все биологические препараты, которые подходят от заболеваний, в том числе и грибковых. То есть единственный момент – они работают при плюсовой температуре. Ну и в квартире? Да. Мы собираемся сеять, обрабатываем грунт, если у нас он собран, с дачи привезен. Или некоторые торф просто покупают. Чуть-чуть биогумуса туда добавят. Им, наверное, ж надо будет потом. Понимаете, в чем дело? Когда добавляют в торф биогумус, он, в принципе, становится тяжелым. То есть потом очень тяжело вот этим семянкам прокрунуться. То есть, опять же, это влияет на вскорость. А потом очень опасный момент – можно перебавить биогумус, а рассада будет гореть. Угу. Когда там за этим идут у вас семянки. Поэтому тут тоже надо действовать очень аккуратно. Вы предлагаете все же тогда готовые грунты или сеять только в торф? Да. Семена у нас все-таки, скажем так, не по копеечке стоят, да, и очень жалко, если они пропадут. Сейчас у нас в Беларуси появился литовский грунт. Угу. Он настолько замечательный, что в него не нужно ни добавлять ничего, ни перлиты, ни какие-то биогумусы. Все добавлено. Там полностью готовый грунт вы просто берете, достаете его, сыпите, ничем не обрабатываете и прямо туда сажаете. Он подходит для всего, там меленькая тракция, там замечательно все растет. Причем, если вы сажаете в этот грунт семена, дальше пикируете в эту же марку, его, в принципе, можно не подкармливать. Угу. Там уже всего достаточно. И до каких пор не подкармливать? В луський грунт. Ой, как замечательно. Это очень удобно, особенно для тех, кто не готовит себе грунт самостоятельно, так скажем, для тех, кто бережет свое время. Рядышком с эустомой, но ниже намного лампы, у меня мой, так скажем, дежурный куст розмарина, который я уже два года вожу на дачу из дачи. Он у меня там растет, в этом контейнере, в этом горшке. Потом я его немного пересажу в более свежую землю и привожу в город, потому что розмарин зимой страдает. Ну, может вымерзнуть у нас в Белоруссии. Значит, в прошлом году он чах всю зиму, давал несколько этих росточков бедненьких, несчастненьких. Подкормки я еще не начинала, половина этого розмарина сохла, надо уже начинать. Я его уже и перевалю в более свежую землю, конечно, обязательно. Может, даже в больший горшок пересажу, подумаю, если найду горшок, обрежу. Ну, хочу вам показать, что вот мы поставили этот розмарин, сколько прироста равномерно по всему кусту. Видите? Ровненько, вот они какие. А было вот с этого края, хоть я его поворачиваю к свету, к окошечку, буквально 2-3 штучки. Я их все время отщипывала и в мясо или в рыбу добавляла. Мура, ты тоже участвуешь. На мой взгляд, очень заметно изменился куст розмарина после появления лампы. Эти лампы можно использовать и для подсветки комнатных растений, которые у нас стоят на окошечках, чтобы они ожили после длинной зимы и быстрее начали листовую аппарат свой наращивать и цвести, радовать нас своим внешним видом дома в квартире. Розмарин богат витаминами, антиоксидантами и минералами. Лечебными свойствами обладают не только листья, но и семена, цветочки и даже сами побеги. В каждой клеточке этого растения содержится целебная сила. Розмарин обладает более утоляющим эффектом, противовирусным и антимикробным действием, мочегонным и желчегонным свойством. Он повышает иммунитет, выводит токсины и шлаки из организма, улучшает пищеварение и обмен веществ. Вот клубок. Это лён. Это кромка льняная, поэтому она вот с виду такая взъерошенная. Но она плотная. Она не будет разволокняться. Она светлая. Мне это очень нравится, потому что вот позапрошлый год у меня было много шнурков таких бракованных. Я покупала тоже в одном из магазинов черных. И я заметила, что когда обматываешь растения этими черными шнурками в теплице, они ожоги получают. Ну, такие некрасивые становятся стебли возле этих черных шнурков. И я жалею. В прошлом году мне повезло приобрести еще и белых. Вот белые вообще все прекрасно. Они на солнце не нагреваются просто-напросто. Ну и вот дополнительно то, что расходные материалы. Хотя эти шнурки в хорошем состоянии. Но некоторые пришлось выбросить. Не смогла я отмотать их обратно от растений. А вот эти вот огромные, длинные они, эти мотки, копейки, рубль с чем-то стоит 4 килограмма этих ленточек. Мне очень понравилось. Плотная, видите, не рвется. Привяжу, лен, природа, натуральная все. Вот сначала здесь дома поиспользуем, а потом повезем на дачу. Рекомендую. Хорошая идея, мне кажется. Вот мы перебрались в другой павильон. Уже появились покупатели в магазине. Это здорово, их очень много. Хочу сказать, что моей сестре, которая в Полоцке живет, крупно повезло, раз у них есть такой же точно магазин. Мы говорили о контейнерах для рассады. Здесь их множество. Различные формы, размеры на цвета и вкусы. Они есть из мягкого и твердого пластика, как я понимаю. То есть есть более долгоиграющие, есть которые быстрее, конечно, придут с негодностью. Тем не менее, я себе из тонкого пластика вот сзади за вами покупала в прошлом году. И сажала уже в этом году рассаду у них и переваливала ее. Мне они очень понравились. Вот для первого периода роста растений, перцев, баклажанов, я сюда в такие сажу. Удобно. Потом расставляешь. Они бывают скрепленные вместе, да, для цветов, для маленьких таких, долго растущих растений. Есть совсем крошечные. Вот тут вообще странный какой-то контейнер уже сразу про него давайте тоже скажем. Мне он очень заинтересовал. Очень на ванночку для ног похоже. Не понимаю, что это такое, но вот что же тут чудо природы, что это вот такое. Ящик для перилов. То есть смотрите, это либо на балкон, либо, например, есть перила где-то на веранде, да, на даче. И сюда что можно посадить? Цветы красивые. Бегонии, петунии, да? Бегонии, лобелия, бакопа, калибрахои, все что угодно. Да, то есть это не подвешивается, а вот так вот прямо надеваем. На кого-то, как я вместо перила использую свою руку. И замечательно. И с двух сторон симметрично, красиво. Здесь дренажик. Дырочек нету, надо будет насыпать дренажик, да? Можно самим делать дырочки. Ну и они разных форм, то есть размеров и цветов. То есть для каждой дачницы под стиль своего участка можно подобрать. И в городе можно балкон свой украсить, что тоже замечательно. Многие высаживают что-то на балконах. А вот еще подставочки кругленькие. Вот это что такое? Зелененькое. Это корзинки для луковичных, чтобы мышки не кушали. Покажите, послушайте. Сейчас вот я заказала себе эти луковичные растения. Это в землю закапываются. Да, да, да. Посмотрите, до чего дошел прогресс. Мы ящики от бутылок использовали. А тут уже готовые вам по сортам можно закопать. Они будут расти корнямку, есть куда. И потом вынуть, да, из зимы, когда уже они отцвели. Дорогие телезрители, мне сегодня удалось не только поработать, но и прикупить всего необходимого на данный период для своих дачных дел. Так что мне крупно повезло. Сейчас я поеду домой, буду записывать свою любимую тетрадочку, все свои семена. Разберусь, как работает опрыскиватель. И поедем с мужем отмечать. Ой, папенька, здравствуйте. Где мы могли с вами встретиться? В это время только в магазинах семян встречаются старые знакомые приятели. Очень рада вас видеть. Взаимно. Лилия Садоводова. Как ваши курочки? Ой, все замечательно, спасибо. Мы с огромной темнотой вспоминаем ваш визит и ждем, когда вы приедете к нам еще раз. Спасибо, мне бы очень хотелось еще посетить вас весной, когда у вас там все распустится. Приезжайте. Как Мирон. Мирон, все замечательно. Тоже сказал, надо немножечко увеличить наше семейство куриное, чтобы было чем еще вас удивить. Поэтому будем вас ждать с нетерпением и, думаю, будем вас удивлять. Замечательный мальчик Мирон. Спасибо. Он был героем нашей передачи. Спасибо. Мы в магазин. Да, я в магазин. Ну, конечно, куда надо, как и все. Всего доброго. Как приятно встретить знакомых людей, тем более героев нашей передачи, рядом с дачным магазином. Дорогие дачники, с вами Екатерина Зайцева и передачи «Удачи на даче». Оставайтесь с нами, следите за нашими передачами. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»